Всем привет, друзья! С вами Александр и сегодня хочу поговорить на волнующую меня тему, да может быть и волнующую тему вас, это бизнес на продажах, на сборках компьютеров, именно компьютеров, не ноутбуков. Сейчас многие блогеры продвигают такую тему, что продажи это элементарно, это легко, что там купил, продал, там хоп, я приехал, посмотрел, это то, пятое, десятое, собрал, продал. Но на самом деле это гораздо сложнее, чем кажется, и я расскажу о тех моментах, которые нужно знать до того, как вы хотите заняться этим видом деятельности. Это будет полезно, возможно, для юных ребят, если вы там школьники, подростки, любите компьютеры, хотите этим заняться, и думайте, что это все легко. Вот есть такой блогер интересный, Айден, он из Питера, сам хороший очень парень, активный, позитивный, очень много делает контента, красавчик. Но наткнулся вот на него как раз недавно, посмотрел его видео, наверное, может быть, даже сделаем в следующем видео обзор, реакцию, скажем так, разбор его видосов. У него там есть тематика, много разных тем он снимает, много разных бизнесов. Одна из них это сборки ПК на продажу. Ребят, это, конечно, полный трэш, вот честно. Если кто-то из той же молодежи будет смотреть и действовать как он, то, ребят, вы попадете просто на деньги и потеряете денежку на этом. Поверьте, так к этому делу нельзя подходить, это абсолютно неправильный подход. Но, да ладно, если считаете нужным это сделать, снять видосы, тоже напишите в комментарии, будет мне интересно почитать, посмотреть. Итак, первое, чтобы заниматься компьютерами, даже в маленьком формате, просто как хобби, заниматься перепродажей. Любое дело с компьютерами, то, что транслируется на ютюбе, это все извлечение прибыли. Если мы говорим о более серьезном подходе, сегменте, то есть уже более каком-то крупном масштабе сборки компьютера на продажу, точнее сборки на продажу или сборки на заказ из комплектующих клиентов, здесь уже уровень нужно повышать, об этом мы уже поговорим. Итак, если вы хотите начать, ребят, вам как минимум нужно разбираться в компьютерах, вам нужно разбираться во всем актуальном железе и понимать, что все-таки вы продаете товар, и вам нужно занести за нее ответственность. То есть, скажем так, грубо наебывать здесь не надо. То есть покупать какие-то сломанные, нерабочие детали, там их как-то восстанавливать, что-то с ними мудрить, крутить. Не делайте так вот. Изначально это неправильный путь. Никогда так не делайте, потому что репутация, может быть, вам это понравится, и вы будете еще этим долго заниматься, а сейчас вы уже на первоначальном этапе подпортили свою репутацию. То есть работаем честно, отталкиваемся от этого. Это будет наша база. Второе. Нам нужно понимать, что рынок очень большой. И вот так вот просто сюда зайти, начинать подумать, да, я сейчас на Алиэкспрессе закажу, например, сборки там, какие-то основы на Xeon-чиках, куплю видеокарту на Авито и начну продавать компьютеры. Вряд ли у вас это получится. Я так никогда не делал. Что касается Китая и китайских сборок на Xeon, не делал почему? Потому что я не могу давать какую-то минимальную даже гарантию на эти сборки и нести за это ответственность я не хочу. Поэтому рекомендую вам не заниматься подобным. Это самый простой вариант, потому что там заниженные цены, ну как заниженные, более низкие цены. И многие деятели пишут, например, 10 ядер, 20 потоков, 32 гигабайта оперативной памяти, что-то такое, там какой-нибудь Xeon, не знаю, 2678v3, к примеру, это, по-моему, 10 ядерник, 12 ядерник, 24 потока. Он равен i9, то есть несведущий человек в этом, он, конечно же, возможно, клюнет, клюнет на этом, 12 ядер, ничего себе, да это норомощный какой-то компьютер, там 32 гигабайта или 64, а то, что она, во-первых, серверная, там частота низкая и материнская плата китайская, да, у них там тоже есть хорошие варианты по цене и качеству. Это вот для себя можно что-то, наверное, заказать, и то надо сравнивать, смотреть, может быть, что-то у нас на рынке будет адекватное, то есть не серверное, а нормальное продаваться. То есть за это нести ответственность и вот тоже как бы владеть, ну тут не настолько как наебка жесткая, а введение человека в заблуждение, то есть вы как бы вводите его в заблуждение, что компьютер мощный, он не разбирается, ну, не очень красиво, честно, тоже так не делайте. Можете делать как хотите, но я так вот не делаю и никогда не делаю. Дальше. Если вы покупаете на ВИТО с нуля, без проверки никогда не покупайте, не вздумайте. Вот этот парень, Айден, он просто приходит, ага, там написал что-то на ВИТО, хоп-хоп, хорошая видеокарта, хорошая. И просто видеокарты покупают, процессоры, материнки, это абсолютно неправильный путь, все проверяйте, если вы покупаете на ВИТО что-то. Обязательно разберитесь в ценообразовании, бывает такое, что иногда кажется недорого, но там новое плюс-минус стоит почти так же. Или что может быть, может быть заниженная цена, да, например, на видеокарту, она с каким-то подвохом, с проблемой. То есть вроде бы работает, но через там несколько дней может перестать работать. То есть здесь нужно разбираться в каждом нюансе, в каждой комплектующей и понимать, как это проверить, сколько это стоит, насколько это ликвидно. Вот, это немаловажный момент. Если вы начнете всем этим заниматься, рано или поздно у вас скопится большое количество каких-то вещей, там, нерабочих, что-то валяется, вот, можете меня поддержать, кто занимается компьютерами, огромное количество всякого хлама. И избавиться от него тоже не так-то просто. Если это актуально, железо, конечно, можно продать, но рано или поздно вы начнете зарастать в хламу. Поэтому лучше продать дешево в моменте, когда это еще что-то актуально, да, чем откладывать, вот так накапливаться будет все и потом зарастать. Тоже так не делайте, это такой вот момент тоже своеобразный, но опять же, кому как нравится. Дальше. Когда вы начнете заниматься тоже компьютерами, и если вы будете ими плотненько заниматься, вам будут постоянно ходить люди домой. Вам же нужно место, где их проверять. В Москве это супер неудобно, потому что Москва огромный город, и вы, живя на одном конце Москвы, вот сейчас я в Москве, да, ехать на другой конец Москвы, это, во-первых, долго, во-вторых, дорого, неудобно. И в идеале вам, если брать большой город, Москву или какой-то, там, миллионник, вам что-то близкое к центру надо с хорошим местом для парковки. Минимум, человеку полчаса-час надо постоять, если он на автомобиле приезжает, чтобы зайти все проверить, посмотреть. И дальше, то есть дома, ну не очень приятно, когда к вам, если поток уже какой-то есть, что какие-то чужие люди постоянно заходят, проверяют, показывают в коридоре, ну как-то не очень удобно и красиво. Поэтому тоже подумайте о том, что вам в будущем понадобится какой-то офис, и если вы выкупаете компьютеры, тоже их нужно везти через весь город, они тяжелые, громоздкие. Вам нужно все это дело потом проверить или у себя уже в офисе. Как правило, они все грязные, если мы говорим о тех компьютерах, которые продаются на ВИТО, и вы будете покупать их на перепродаже, они все жутко грязные, очень редко бывают чистые, ухоженные, и их нужно продувать. В идеале продувать их сжатым воздухом или каким-то мощным феном с тоненькой насадкой, воздуходувочкой, все это будет куда-то лететь. Дома делать это неудобно, в офисе тоже не в каждом удобно, то есть эта проблема такая существенная. Ценообразование, я еще к этому хочу вернуться, нужно знать просто, чтобы быть конкурентоспособным, просто как боженька в этом плавать. Потому что то, что очень выгодно, оно вообще выгодно, оно уходит быстро, то есть это иногда 10 минут, иногда час, день, иногда вообще несколько минут может висеть, и вам нужно проанализировать моментально. Вот, будь то, компьютер, ноутбук, вы заходите, сразу чук, все, поняли, цена выгодная, договариваюсь, еду, забираю, все, вот так бронирую. Это тоже важно. Вот. Закладывать то, что вы попадете на какие-то проблемы с железом, скрытые, которые, возможно, появятся позже, что-то там отвалится, то есть это не всегда все здесь идеально по состоянию, даже после проверки. Сезонность. Сезонность есть в этом бизнесе тоже, в этом деле бизнесом это назвать, наверное, на небольшом уровне неправильно. Здесь у нас лето проседает, хорошо идет весна, точнее осень, сентябрь, когда там в школу, школьный период, зима более-менее нормально. Вот, декабрь хорошо, так вот, март, может, весна, март, наверное, да, апрель. То есть, есть просадки по местам, тоже об этом стоит учитывать. Большая конкуренция, да, большая конкуренция именно в сфере, в той части, когда вы будете продавать, потому что все в основном продают на авито. И я вам рекомендую сразу делать какие-то альтернативные источники продаж, это пусть будет группа ВКонтакте, те же объявления, не знаю, там на подъездах, и то это лучше подстрахует вас, чем профиль на авито, потому что его могут заблокировать, его могут... Не может, в общем, что-то случиться, и вы потеряете всю свою репутацию. Но это уже такие, конечно, нюансы, но тем не менее. Вот, и при условии том, что многие люди занимаются компьютерами, да, сборками, на авито большое количество объявлений. Как действуют продавцы крупные, то есть у них пакетами на авито они покупают, например, там 200, 500, 1000, а может быть, объявлений, ну, как правило, там, в районе нараста. И вы, например, выставили сегодня в 9 вечера объявление ваше продам компьютера. После вас частники, там, еще раз, два, три, четыре, пять, еще пять объявлений, ваше объявление снизилось, да? И приходит, например, крупный магазин, пакетик сразу, там, 20 объявлений бамс, потом через, там, 15 минут 50 объявлений компьютера бамс, то есть уходит сильно ваше объявление вниз выдачи. Это сказывается на просмотрах, просмотры сильно падают и вы, получается, проседаете. Поэтому это тоже стоит учитывать, что большая конкуренция и здесь нужно быть к этому готовым. Из такого, наверное, все. Что касается вот сборок на заказ, я думаю, поговорим, наверное, с вами про эту тему отдельно, потому что сборки на заказ тоже очень такая крупная, большая ниша. Стоит ей заниматься или нет, не могу вам пока сказать, потому что сам особо не занимался, но, думаю, имеет право на жизнь при том условии, если у вас есть хорошие поставщики, например, те же видеокар, да, бэушные из Китая, пусть они там даже после майнинга, но это не страшно. Сейчас вот все третье, там, второе поколение, это сплошной практически майнинг на рынке, вот честно сказав. И имея хорошего поставщика, да, например, вы располагаете хорошими ценами на видеокарты, они к вам приходят, вы каждую разбираете, прочищаете, имеете термопрокладки, термопласту, обязательно даете как минимум полгода гарантии, тогда все good. То есть, ваша цена конкурентоспособна будет, да, это норма, я считаю. Ну, давайте, наверное, об этом я поговорю в следующем видео, чтобы сильно не затягивать. Плюс, 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 как можно еще тут действовать? Можно покупать, например, сборки готовые на авито без видеокарты, такое часто бывает, как можно, я имею в виду, заработать на этом покупаете, там адекватные бывают цены, без видюх, торгуетесь и отдельно покупаете видеокарты, то есть просаживаете максимально, стараетесь поторговаться, снизить цену и ставить эту видеокарту, делать не наценку и зарабатываете, как на самой сборке, купленной уже в сборе, но со скидкой и, соответственно, на видеокарте, то есть, как бы, вот в таком формате еще куда ни что, как-то можно. Но хочу вам сказать следующее, что это сложное дело, много очень людей, кто этим занимается, много фейков, объявлений на авито, там вот огромное количество просто, какая-то там сборка, например, не знаю, i5-13600K плюс там 4070Ti, цена низкая какая-то, да, человек заходит, ну, блин, хорошо, начинает там общаться уже, контакт какой-то делать с продавцом, а потом выясняется, когда он приезжает к нему, что там корпус, это уже отдельная цена, SSD-шник отдельная цена, то есть была цена как-то очень, ну, нечестная, нечестная, много обмана, много таких хитрых историй, вот, и я бы тоже хотел это осветить, есть разные истории там с ноутбуками, когда на авито одна цена, заманивают людей в магазин и предлагают там более лохкие характеристики за более высокую цену, вот хочу что-то такое прям поснимать, договориться, пойти все это снять, показать, пусть это будет, может быть, там как-то грубо, что-то такое, нокаут страсти, но тем не менее, мне это интересно. Спасибо, друзья, что посмотрели, это было мое мнение по поводу продажи работы, вот, скажем так, с вторичкой на авито, ну, на вторичном рынке, какие нюансы я вижу, возможно, я что-то упустил, я просто сейчас вот гуляю по Москве, сел и решил записать такое видео, думаю, это будет полезно, также про ноутбуки поговорим обязательно в следующих видосах. Спасибо, всем пока, с вами был Alex ProPC, мой телеграм-канал, который я создал, там у меня актуальный есть прайс по наличию, можете подписываться, и все будет классно, есть куча интересных историй, и, возможно, что-то срастется, и в будущем займемся тоже капитально компьютерами, ноутбуками. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok